Сегодня в выпуске на повестке губернаторских чтений. Как говорится, деньги, кровь экономики. Какие проекты уже удалось воплотить в жизнь, а какие еще предстоит? ПАД по-тюменским. Гольф предполагает такое сосредоточенное внутреннее общение, пусть может быть даже без слов. Дорогому увлечению бизнесменов теперь будут обучать школьников. Питаем здоровье. Выпускают большое количество обогащенных продуктов в наши предприятия. Как на тюменских прилавках найти полезную еду? Устраивайтесь поудобнее, вы смотрите точнее. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Начнем с главного. Региональные депутаты утвердили дату выборов губернатора Тюменской области. Они пройдут 14 сентября в единый день голосования. Решение уже разослано главам Югры Ямала. Отмечу, что исполнять обязанности губернатора области до единого дня голосования, согласно президентскому указу, продолжит Владимир Якушев. Уже с момента, когда будут представлены подписи, когда я буду официально выставлены в избирательную комиссию, с этого момента там уже статус несколько меняется. Вещи, связанные с проведением активной избирательной кампании, будут уже серьезные ограничения. До этого момента я исполняю обязанности тех рамков, которые работал до сегодняшнего дня. О приоритетных направлениях в своей работе Владимир Якушев напомнил тюменцам уже на 17-х губернаторских чтениях. Сегодня все силы брошены на сохранение темпов развития региональной экономики в целом и каждого его сегмента в отдельности. Как говорится, деньги, кровь экономики, комплекс финансовых и банковских институтов, ее кровеносная система. Вызовы с этой стороны, особенно в нынешней непростой международной ситуации, могут быть весьма серьезными. И мы должны быть к ним готовы. Недобросовестная конкуренция, высокие ставки по ипотечным кредитам – вот основные проблемы, которые необходимо решать как можно скорее. Идей, как вернуть доверие граждан ко всей банковской системе, масса. Но пока их воплощение напрямую зависит от воли федеральных властей. Каких только вопросов не поднималось за 17 губернаторских чтений их участниками. Обсуждали и проблемы глобализации, добычу полезных ископаемых и кадровую политику внутри региона. В зоне внимания все, что касается социально-экономического развития не только области, но и страны в целом. Темой для дискуссии могли стать даже инициативы президента России и председателя ее правительства. Вот только одно дело – просто говорить, и совсем другое – находить практическое применение сказанному. Об идеях, которые воплотились в жизнь, Анастасия Ализаревич. До того берега рукой подать, как и до конца строительства. Осенью дорога, соединяющая еще в одном месте улицы Широтную и Республики, будет открыта. Развязка на монтажников – проект долгожданный и для Тюмени уникальный. Три полосы движения, три подземных перехода и 10 съездов позволят пропускать из микрорайона в центр и обратно 50 тысяч автомобилей в сутки. Объект достаточно сложный, но считаю, что подрядная организация достойно с ней справляется. Никто 20 лет назад в Тюмени, 30 лет назад не думал, что будет такое большое количество автомобилей, такой трафик. На 600 тысяч жителей – 300 тысяч автомашин. Развязка на монтажников – еще одна ласточка в решении транспортных проблем города. В рекордные сроки построены эстакады на московском тракте, мельникайте и устрелы. Впереди – возведение моста на Челюскинцев и Лисабазе. Впервые тему свободного передвижения подняли в декабре 2011-го. С тех пор прошло 17 раундов губернаторских чтений. И практически каждый смог доказать, что в спорах 21-го века может родиться истина по любому вопросу. Впрочем, главное в обсуждении не сами идеи чтений, а то, что многие из них реально воплощаются в жизнь. Еще один тому пример – модернизация системы образования. Меня пригласил директор и вручает вот такой вот сундук с сокровищами. На самом деле он производит именно такое впечатление. Я, когда его открывала, я вообще, конечно, не надеялась увидеть, что это вот. Количество пультов – соизмеримость числом учеников в классе. Нажал кнопку – ответил на вопрос. Умную беспроводную систему тестирования с использованием Bluetooth-технологии в 66-й школе опробовали еще в прошлом году. Сначала учитель математики Ольга Леднева, затем все 50 педагогов школы. Дети вперед идут, и если ты за ними не поспеваешь, хотя бы даже, да, в ногу с ними не идешь, то тебя уже вообще не воспринимают как учителя. Надо же еще хотя бы на полшага, на шаг впереди идти. Интерактивные доски, онлайн-дневники, цифровые и виртуальные лаборатории. Еще 4 года назад для тюменских школьников все это было из области фантастики. Но участники губернаторских чтений уже тогда заявляли – инвестиции в детей и школу – лучшие инвестиции. Анастасия Лизаревич, Владимир Кондратьев, Сибинформбюро. Кстати, модернизация системы образования коснулась не только молодого поколения. Об этом и не только коротко в обзоре событий. В областном геронтологическом центре открылась школа для пожилых. Два раза в месяц психологи и социальные работники дают пенсионерам бесплатные советы. Очень большой блок обучения именно в нашей школе мы отнесли к семье, к пребыванию пожилого человека в семье. Это очень большая проблема на сегодня. Поэтому наших пожилых граждан, которые приходят, учим, как правильно себя вести, как уметь выслушать, где промолчать, где правильно высказать свою позицию. Кроме психологии, в программе обучения – курс повышения правовой и компьютерной грамотности пенсионеров. Чтобы организовать такую школу, социальным работникам сначала пришлось выиграть специальный грант. От 3-го Заречного до Дома обороны без пересадок. 20 июня в Тюмени будут запущены два новых маршрута. 24-й будет курсировать между Нефтемашем и Тарманами, 40-й – между тем же заводом и Березняковским. Средний интервал движения автобусов составит 15 минут. Также возобновляется движение по маршруту номер 78. Этот маршрут с сообщением жилорайом МС Дома обороны опять же. На маршруте будет закреплено 14 транспортных средств средней вместимости. Всего 20 июня на улице областной столицы дополнительно выйдут 34 пассажирских автобуса. Новое расписание маршрутов совсем скоро появится на остановках и на сайте Тюмень-Гуртранса. Музей изобразительных искусств расскажет тюменцам легенду о строителе сибирских железных дорог. Выставка «Дорога длиною в жизнь» – это собрание атрибутики времени, фотографий и личных вещей Дмитрия Карачаева. В числе экспонатов – настольные часы, шахматы и уникальные костыли. Существовали планы, допустим, пройти за какой-то отрезок времени определенный участок пути. И этот путь, когда проходили строители, монтажники железной дороги, это, в общем-то, тоже какое-то событие было, и оно обязательно отмечалось. То есть забивался серебряный костыль. В свое время Дмитрий Карачаев руководил строительством железной дороги Тюмень-Новую Рингой. Именно она дала дополнительный толчок для развития нефтегазового комплекса в регионе. Как сэкономить время в пути на дорогах Тюмени, подскажет наша летняя рубрика «Теленавигатор». Итак, в среду не планируйте свой путь через развязку Московского тракта. Движение в сторону Екатеринбурга из-за ремонта закрыто до 16 июня. А потому стоит продумать, как лучше использовать возможности объездной дороги. Ограниченное движение и на улице Водопроводной. На участке от Орджоникидзе до 8 марта меняют коммуникации. На Прокопе Артамонова 11 июня в асфальте начнут заделывать ямы. А потому в районе высока вероятность образования пробок. Планируйте свой путь заранее и следите за теленавигатором. А вот чтобы попасть в реабилитационный центр Пышма, некоторые тюменцы готовы преодолеть любые препятствия на пути. Дело в том, что только там детям с нарушением речи могут помочь научиться говорить. Чтобы получить комплексное лечение, люди приезжают даже с Ямала. Анастасия Косымова о том, чего стоит услышать первое слово. Пятилетняя Алина с бабушкой приехала из Заводоуковска в стюменский центр Пышма, чтобы научиться говорить. Первое занятие у логопеда. У меня шумит тихо или громко? Тихо. Ну-ка, найди. Так, давай, теперь посмотрим, такой? Молодец, умница. Для девочки это уже шестой заезд. Родные не жалеют времени на реабилитацию. Эффект от занятий уже превзошел все ожидания. Очень бедный словарный запас был, буквально из трех-четырех слов. То вот после буквально первого заезда ребенок начал уже много слов говорить. Сейчас она складывает коротенькие рассказики, может сказочку пересказать. Стала очень общительная. Четырехлетняя Алеша впервые в центре и на такой физиопроцедуре. К головке прикрепляют электроды, через которые ток воздействует на речевые центры мозга. Такая терапия поможет мальчику произносить звуки, которые до этого ему никак не давались. Очень много родителей рекомендуют сюда попасть. Попасть очень сложно, очень большая очередь. Мы ждали полтора года, чтобы сюда попасть. Мы очень рады, что попали. Очередь на реабилитацию обусловлена тем, что детей, имеющих трудности с речью, стало больше. А Пышма – единственный в регионе центр, где используют комплексный подход. Реабилитация здесь включает в себя и занятия с логопедами, и массаж языка, и разработанные специально для маленьких молчунов музыкально-ритмические занятия. У нас прошли уже реабилитацию 1478 детей, которые проживают на юге Тюменской области. Из них 666 – это дети инвалидов с патологией речи, и 182 – это ребёнка с нарушениями речи. По статистике центра 98% детей уезжают со значительными улучшениями. Специалисты говорят, что это никакие не чудеса, а современные методики, такие как биологически обратная связь. Вдыхай носиком, да, и выдыхай. Посмотрите, рефрикторно-гиафрагмальное дыхание. Правильно. Если правильно ребёнок дышит, у него открывается картинка. Громче, громче, Леша. Громче. Уже после первых занятий Алёша стал правильно дышать, а значит, вскоре он начнёт говорить. Анастасия Косымова, Алексей Красных, Сибинформбюро. Гольф перестаёт быть чем-то элитным. Совсем скоро дорогая игра влиятельных людей станет доступной для каждого жителя областной столицы. Более того, она может стать частью школьных уроков физкультуры. Светлана Матус продолжит тему. Он бьёт не хуже Барака Обамы, пусть и овации за это не получает. Вместо них награды подостойнее. Совсем недавно Матвей стал чемпионом Свердловской области. В свои 12 разработал личную стратегию побед. Свежая голова и нервы в кулак. То есть не нервничать, руки не дрожали и не потели. Начинают в таком же возрасте, надо ходить, заниматься каждый день. Ну и летом выезжать за границу или в другой город, где есть поля. Да зачем же так далеко, когда вблизи Тюмени очень скоро появится открытая площадка как для новичков, так и для мастеров площадью в 6 гектаров. Вот в этой зоне будет размещено тренировочное гольф-поле. И по возможности мы сделаем так называемые поля третьей категории, состоящие не из 18, а из 5-6 лунок, чтобы можно было играть полный цикл в 3 круга. Здесь будут тренировочные площадки для отработки всех видов удара. Ближайшие похожие поля есть лишь в Самаре, Ростове, Старомосколе и Подмосковье. Удивить жителей решили и образовательные учреждения. В одном из спортзалов 70-й школы уже на протяжении 12 лет есть свой скалодром, также детей обучают фехтованию, а совсем скоро, уже с сентября, в школьное расписание войдет еще одна дисциплина – гольф. Во-первых, это может быть третий участок физкультуры, во-вторых, это может быть секция спортивная, в-третьих, это спортивный клуб, а в-четвертых, это просто пространство, где детям комфортно играть и общаться, что гольф предполагает такое сосредоточенное внутреннее общение, пусть может быть даже без слов, но это удивительный вид спорта. Ну а тех, кто хочет стать гольфистом прямо сейчас и у себя во дворе, добро пожаловать на бесплатные уроки к профессионалу Константину Бажанову. Эти занятия могут посетить как дети лагеря с дневным пребыванием, так и все желающие ребята, которые проживают в районе улицы Энергетика, Фришская, Текстильная. Мы всех приглашаем на нашу площадку. Так что еще немного и некогда дорогое увлечение станет настоящей народной игрой. Светлана Матус, Алексей Красных, Александр Вележанин, Сибинформбюро. Это точнее, спасибо, что остаетесь с нами. Мы то, что мы едим. К этому выводу пришли еще древнегреческие философы. Именно они подметили, что пища влияет не только на физическую форму человека, но и на его настроение и даже умственные способности. Надежда Благинина узнала, как не сглупить и отличить полезную еду от бесполезной. После пищевого отравления и проблем с желудком, Екатерина Тегеева решила питаться только полезными продуктами. Теперь каждый поход в магазин сопровождается тщательным изучением этикеток. Все смотрю. Если что-то не вижу, то обязательно с лупой хожу. Смотрю, какие там пищевые добавки, что из чего состоит. Таких покупателей, как Екатерина, немного. Согласно статистике, большая часть жителей области питаются без пользы для здоровья. Мало едят овощей и фруктов и при этом налегают на жиры и сладости. В результате медики фиксируют повышение числа страдающих с сахарным диабетом, ожирением и гастритами. Чтобы проблема не стала тотальной, в регионе разработали проект «Здоровое питание», где главная роль отведена местным производителям и предприятиям торговли. Именно через них проходит реализация вот этих вот самых продуктов и здоровых, и обогащенных продуктов. Выпускают большое количество обогащенных продуктов наши предприятия, предприятия Тюменской даже области. А в предприятиях торговли иногда их, если не знаешь, то можно даже и не найти. Хотя есть те, кто знают, но этим не пользуются. Так, например, 80% населения в курсе проблем, вызываемых йододефицитом. Но только чуть больше половины употребляют в пищу продукты питания, обогащенные этим элементом. Задача производителей – изменить ситуацию. Все товары, поставляемые в магазины, они стараются сделать максимально здоровыми. У нас в компании очень много производится хлебов, обогащенных минеральным комплексом. Это хлеба овсяные, заварные, ржанопшеничные, которые содержат очень много витаминов и полезных минералов. А продавцы, в свою очередь, привлекают внимание, выделяют специальные полки и сопровождают полезный товар аннотацией. Оформляем информационные стенды, которые мы доводим до покупателей информацию о правильном и здоровом питании, о поле здорового питания. Начинается конкурс по магазинам, по всему филиалу города Тюмени и вообще по всей Тюменской области. Конкурс о плакатах «Здоровое питание». Авторы проекта ждут, что армия таких покупателей, как Екатерина Тегеева, увеличится. Для этого есть все условия. Ассортимент магазинов таков, что буквально в каждом можно найти полезные для здоровья продукты, включая богатые витаминами и железом зеленые яблоки, свежие бананы и апельсины. Надежда Благинина, Дмитрий Бурматов, Сибинформбюро. Но даже полезные для здоровья продукты нужно есть в меру, иначе велика вероятность не влезть в собственные джинсы. Что и в каком количестве стоит употреблять в пищу, лучше других знают клиенты центра доктора Гаврилова. Свою историю к нам пришла рассказать Нина Вихарева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте с самого начала. Вот когда вес стал беспокоить, почему обратиться решили к специалистам? Ну, вес стал после 40 лет беспокоить, потому что, видимо, уже начинает перестройка организма идти, и вот стала поправляться. А сами пробовали как-то бороться с лишним весом до обращения к специалистам? Конечно. Я, можно сказать, давно уже борюсь. Вот 40 лет, как начала поправляться, я вот и борюсь с этим весом. Ну, вот какие диеты, может быть, перепробовали? Да всякие перепробовала. А потом всё возвращалось опять же. Какой результат сейчас у вас уже? Ой, результат у меня хороший. 25 килограмм. Вот первый раз, когда я была здесь на передаче, то у меня было 17 килограмм. А сейчас уже 25. Это 1 апреля я была. Это буквально совсем очень короткое время. Да, да. И вот результат вообще. А легко ли было принять вот ту систему, которую предлагают специалисты в центре? Да, легко. Легко, потому что, знаете, я что только не перепробовала до этого. А здесь, во-первых, ну, питание. Питаюсь я, вам скажу, что хорошо. Я ни в чём себе не отказываю. Насколько я слышал, можно всё кушать. Да. Я ем всё. Вот. Только единственное, что я укладываюсь в коридор калорий. И всё. Не перебираю калории. А родственники как поддерживают? Тяжело ли вот в семье, наверное, кушать правильно, а где кушают неправильно все остальные? Ну, в принципе, они едят практически всё то же, что ем я. Единственное, я, конечно, упор делаю на этот самый, как его, на овощи, потому что я овощи люблю. А, то есть, ну, всё-таки более-менее правильная еда. Да. Овощи люблю. Ну, я каши ем, макароны ем, картошку ем. Но овощи я больше как-то люблю. Овощи, фрукты. Я ем мясо, я ем рыбу. Я ем морепродукты. Вот. Так что... Хорошо. Скажите, что поменялось вот в жизни? Вот попорщались с лишними килограммами, что приобрели? Ну, во-первых, знаете, лёгкость. Состояние лёгкости. И, во-первых, я уже как-то у меня нету таких, как бы, проблем с ногами. Вот. Я уже бегаю. Прогулок больше? Прогулок, да. Ну, на огороде, на даче. Сейчас летнее время. Поэтому... Хоть и наклоняюсь я легко. Как настроиться тем, кто сидит так же и пока не может созреть, прийти к специалистам, тоже пробует какие-то диеты. Вот как настроить себя, как поверить в себя, наверное? Дайте какой-то совет телезрителям. Ну, я считаю, что просто нужно, знаете, сходить туда. Там же есть неоткрытых дверей. Позвонить, реклама идёт постоянная. Пришли, послушали, решили для себя что-то. Это ведь ни к чему не обязывает. Ну, да. А решение уже сам принимаешь, какое хочешь. Да или нет. Спасибо вам большое за пример. Я вам желаю удачи и новых результатов. Всего доброго. До свидания. До свидания. Присоединиться к клубу стройных при желании может каждый. Ваших звонков ждут по телефону 612-008. Следующая группа начинает занятия с 25 июня. Ну, а если вы уже привели себя в форму к лету, то пора ехать в отпуск. Ну, а чтобы в таком важном вопросе не помешали финансовые трудности, стоит обратиться к экспертам. Анастасия Макеева подскажет, кто поможет исполнить вашу мечту. Долгожданный отпуск совсем близко, а потому поход в Восточный экспресс-банк Елена Брюхина решила не откладывать и взять кредит на осуществление давней мечты поездки в Таиланд. Слышали, какие там отели есть вообще. Ну, планируем, что отдохнуть по полной. Чтобы все экскурсии были интересные, то есть незнакомая страна, соответственно, чтобы гид был интересный, все рассказывал, просил, чтобы показывал. С новым предложением от Восточного экспресс-банка кредит по цене чашки кофе. Отдых возможен в любой точке мира. Наш банк приготовил данную программу для тех, кто хочет осуществить свои желания уже этим летом. Это может быть ремонт, или путешествие, или может быть простое пополнение гардероба. Отличительная особенность данного кредита в том, что минимальный платеж составляет всего 49 рублей в день. Это дешевле, чем чашка хорошего утреннего кофе. Преимущества сотрудничества с Восточным экспресс-банком оценили уже миллионы клиентов в возрасте от 21 года до 65 лет, от Камчатки до Калининграда. Для оформления кредита им потребовался всего один документ – паспорт гражданина России. Решение о предоставлении кредита принимается всего через несколько минут. Заявку можно подать как на сайте нашего банка, так и по телефону горячей линии. После принятия положительного решения кредит по цене чашки кофе можно получить в любом отделении банка. Анастасия Макеева, Дмитрий Бурматов, Сибинформбюро. А если до отпуска еще далеко, не стоит расстраиваться. В Тюмени тоже можно культурно отдохнуть. Несмотря на то, что театральный сезон закрыт, Тюменский драматически продолжает свою работу. Уже сегодня там стартует проект «Театральные просторы». За три недели зрители увидят 18 премьерных спектаклей. С нами на прямой связи моя коллега Дарья Власова. Дарья, скажите, кто первым выйдет на сцену? Здравствуй, Александр. В Тюмени проект «Театральные просторы» открывает Кемеровский театр, что очень символично. Ведь идея о таких гастролях по обмену зародилась два года назад именно в Кузбассе. Но обо всем поподробнее у нас есть возможность узнать у одного из ведущих актеров кемеровской драмы Ивана Крылова. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер. Главный вопрос. Кому и зачем нужны такие гастроли по провинциям? Нужны они и для актеров, и для театров, и для художественных руководителей театров. Но главной чертой, мне кажется, кому это необходимо, это зрителю. Потому что на местах зрители привыкают к своим театрам. И когда к ним приезжают другие трупы, это является таким для них свежим глотком воздуха. Может быть, они что-то для себя новое открывают. То есть мы как ягода в десерте. Вот так вот ненавязчиво преподносим какие-то, может быть, давно известные пьесы. Но по-своему, по-новому. Кстати, о пьесах. В основе гастролей лежит репертуарность. Но есть одно очень важное требование. На выезде театры должны показать премьерные спектакли. Что ваша труппа рискнула представить на суд тюменского зрителя? Все. Все спектакли являются премьерными. Заключением спектакля «Боинг-Боинг» мы его привозим в Тюмень второй раз по просьбе зрителей. Потому что вот улетная комедия, видать, всех подняла и потащила за собой. И пригласили еще раз с этим спектаклем. А самой главной премьерой будет являться, конечно, спектакль «Записки из мертвого дома» по произведению Федора Михайловича Достоевского. В этом спектакле вы увидите всю труппу Кемеровского областного театра драмы. Именно на закрытии. Поэтому рассказывать сюжеты не буду. Ну и надо прийти, конечно, на все остальные спектакли нашего театра, чтобы полностью познакомиться с нами. Ну и, конечно, вы правильно сказали, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, к чему я призываю жителей нашей области. Кемеровский театр пробудет в Тюмени еще неделю. За это время все желающие смогут увидеть шесть уникальных постановок. Александр, вам слово. Дарья, спасибо. Будем ждать от вас подробного рассказа об увиденном. На этом у меня все. Будьте в курсе событий, а мы расскажем о них точнее. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok